Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 как я могу соотноситься с теми или иными событиями. Дальше понятно, что фундамент есть фундамент, без этого фундамента лидерство невозможно. И вот в этом вебинаре, на который я часто ссылаюсь, который я планирую перевести, но, наверное, это уже для нашей более закрытой консовки, зарегистрированной, там Джерри, одна из инструкторов курса основных, она говорит, что вообще-то, в принципе, даже освоив этот фундамент для лидерства, люди уже могут ощутить, насколько больше удовлетворения у них просто в своей жизни, как отличаются уже их переживания некоторых событий, людей и прочее. Этого уже достаточно для какого-то нового иного уровня. Но, тем не менее, конечно, без того, чтобы разглядеть такие вещи, как онтологические ограничения, да, и как-то прежде всего их увидеть, и как-то научиться с ними взаимодействовать, с ними работать, это тоже огромная составляющая курса. Именно поэтому он не происходит в онлайне, именно поэтому даже выучив наизусть все материалы и слайды, и будучи способным воспроизвести то, как это в их разговорном домене звучит, этой работы недостаточно для того, чтобы действительно увидеть определенные вещи, которые находятся у нас, как я все так говорю, прямо вот здесь под носом, которые мы чаще всего не видим, потому что так уж мы устроены, да, то есть это то, что является продолжением работы мозга как выживательного механизма, поэтому если бы мы с вами каждый раз вот это все воспринимали как новое, как что-то, у нас бы уже давно там размазали какой-нибудь грузовик по дороге или съел бы какой-нибудь хищный зверь, или убил бы кто-нибудь, да, поэтому как бы для того, чтобы рассмотреть вот эти вещи, которые уже не имеют отношения к физическому выживанию, но продолжают управлять нами на уровне, да, даже разговора и в онтологической реальности, работа с онтологическими ограничениями, она именно заключается вот в этом, да, вот становиться, посмотреть, и смотрим мы на это, опять же, благодаря синкциям курса, то есть благодаря тем терминам, тем специально выверенным словам, которые могут звучать непривычно, не вполне понятно сразу, особенно мы переводим это на русский язык, и где-то я прям сохраняю некую хорявость структуры, потому как работать это начинает только тогда, когда мы это осваиваем для себя, не делаем это похожим на что-то, не узнаем как что-то, что мы уже знаем, когда вот с этой вот не вполне внятной для начала дистинкции мы начинаем взаимодействовать, осваивать ее через какой-то некомфорт того, что нам как будто бы не на что опереться, не с чем это все дело вязать, мы ее делаем своей, и мы начинаем различать это в своем опыте, в своем проживании. Я уже делилась, что для меня вот было ощущение такое от этого курса, когда я в нем участвовала, что я имела четкое представление о том, что я, кто я, как это все происходит, я же вот говорю, да, и вдруг в пространстве вот между тем, что у меня выходит изо рта, да, что происходит, вдруг ожила еще масса всего, как это формируется, почему и зачем я говорю то, что я говорю, я увидела, да, какие-то точки, в которых я действительно могу иметь выбор, которого я для себя не видела, да, то есть вот эта вот работа на очень фундаментальном уровне, которая, собственно, при должном взаимодействии, при целостном взаимодействии, что я имею в виду по целостным взаимодействиям, да, когда в правилах игры и курса оговаривается, что вы должны быть готовы к тому, чтобы быть брутально честным, да, беспощадно честным в отношении каких-то вот вещей, да, про себя, то есть вот то, чем сейчас Сергей поделился, да, мы бы сказали, что вот так, быть беспощадно к себе честным, чтобы действительно это увидеть, да, в какие-то вот моменты, и это неплохо, это нехорошо, просто когда ты входишь с этим в контакт, у тебя появляется выбор быть этим или быть чем-то еще, и увидеть, как, будучи этим, у тебя в жизни происходит то, что происходит и что возможно, если ты будешь, допустим, чем-то еще, то есть вот эта работа, да, брутально честна в своем слушании, в своем способе быть, увидеть, услышать, что я на самом деле говорю себе про этого человека и что я, зачем я говорю то, что я говорю, вот, то есть вот эта готовность. Если мы целостно взаимодействуем с тем, да, вот с этими дистинкциями, это действительно у нас появляется совершенно иного рода сила и совершенно иного рода доступ к тому, что происходит в нашей жизни. И лидерство здесь является не каком-нибудь пафосном, а концептуальным облаком, а это является таким, скажем, очень, ну, скажем, как это сказать, очень практически освоить, то, что можно практически освоить, да, как инструмент. Здесь я вернусь к тому, что лидерство здесь мы понимаем как способность реализовать то будущее для себя и релевантных сторон, которые не наступят само по себе, имея доступ к неограниченным вариантам способа быть и действовать. И, опять же, это не должно быть сейчас четко понятно, потому что даже, вот, смотря на эту ливистическую абстракцию, неограниченному числу способов быть и действовать, все равно не то, как вы сумеете это видеть, пройдя то, что вы пройдете, будучи в этом курсе, да, взаимодействуя с тем, с чем мы взаимодействуем в курсе. Вот, так что сейчас как раз мы с вами уже поисследовали, уже, да, будучи на фундаменте лидерства, поисследовали, что это такое, способ быть, да, что такое мы, way of being, посмотрели на то, что привычно мы всегда это рассматриваем как некую константу, я такой, я не такой, я это, я не это, да, некая такая, ну, какая-то вот стабильность, поиграли, кто хотел, тот поиграл, да, вот в эту игру, когда я говорю о себе, там, я творческая личность, да, говорим о том, что мне случилось быть творческой личностью, да, я не умею продавать, мне случилось не уметь продавать, да, я, там, не знаю, безответственная мама, мне случилось быть безответственной мамой, и отметить для себя, следить для себя, какова разница просто в переживании, включая прям телесные ощущения, когда я говорю одним способом, когда я формулирую как бы то же самое другим способом. И это как раз даёт представление о том, что такое мы живём в языке, то есть просто осуществляя некое действие в языке, мы можем получить доступ к тому, чтобы дальше получать иного рода события и иного рода качества вообще своей жизни, да, начиная с малюсеньких ситуаций, заканчивая какими-то глобальными жизненными обстоятельствами. Мы посмотрели, да, на то, как способ быть коррелирует, да, специальный термин, который является основой курса, да, наш способ быть, то, кем мы являемся, как коррелирует с тем, как для нас проявляются те или иные события, да. Я напомню, что под способом быть мы подразумеваем наши мысли, какие-то наши эмоциональные переживания, наши телесные ощущения и наш, так сказать, вот этот mental state, ментальное состояние, то есть это, скорее всего, какая-то такая формулировка там односложная, как мы к этому относимся, как к этому относимся, я это не принимаю, или это что-то не то, или это супер, и так далее. То есть вот этот наш способ быть очень тесно взаимосвязан с тем, как для нас проявляются события, как для нас проявляются люди и прочие обстоятельства нашей жизни. То есть мы немножечко уходим от привязанности к способу быть как к чему-то постоянному, как к чему-то неизменному. Мы немножечко уходим от правды как таковой, про какие-то обстоятельства и людей. То есть это ужасно, мы тренировались заменять формулировкой «это проявляется для меня как ужасно». Слово с тобой мы говорили, что у меня есть с этими людьми, там неинтересный разговор какой-то. Мы упражнялись в том, что это проявляется для меня как неинтересный разговор. И опять же просто с тем, чтобы отметить для себя некоторую разницу в переживании. Некоторую разницу в том, какого рода доступ ты получаешь к дальнейшим действиям, к разговору, к этим людям, если ты видишь, что это проявляется для тебя определенным способом, это проявляется для тебя определенным образом. Это не значит, что это есть так. Никаких иллюзий про то, что мы можем видеть вещи как есть, мы здесь не насаждаем, мы не играем в игру, я могу останавливать мысли, я могу видеть суть вещей и так далее. Мы всего лишь получаем дистинкции, которые позволяют нам видеть, как наше бытие устроено, как происходит этот процесс, чем, кем я являюсь, как для меня проявляются вещи. Через эти дистинкции мы получаем, можно сказать так, мы беремся немножечко за рычажки того, что дальше происходит в нашей жизни. Ну и добрались с вами до такой вещи, как контекст. Это тесно взаимосвязанные вещи, то есть контекст – это, как правило, некое такое ограничение. И когда я говорю про ограничение, ограничение – это всего лишь ограничение. Это не хорошо, это не плохо. Ограничение – это всего лишь ограничение. То есть контекст является некоторой такой рамкой, некоторым ограничением, некоторой смысловой связкой для всего, с чем мы взаимодействуем в конкретной ситуации и, опять же, более глобально в жизни. То есть можете сейчас вы себе отметить, какой контекст у вас того, что сейчас происходит. Мы здесь сейчас сидим и разговариваем, какой это контекст. Может быть, это что-то типа обучения. Или там, может быть, это какое-то там занудно. Сейчас у меня все неважное было. Я думал, сейчас возьму эту доску, поеду кататься на воду и ждал, пока ты напишешь. Думаю, блин, ну, наверное, не будет жиража. Да, потом ты написала, что будут встречи. Я исходил из контекста, что для меня это наиболее важное событие, например, целого дня или целой недели. То есть я правильно понимаю, что это и есть контекст, из которого я исхожу, как бы, смотря на это событие. Ну, как бы, да, это близко, это, ну, как бы сказать, что ты, возможно, здесь ты как раз, наоборот, уже оперируешь вот этим созданным контекстом, да, когда ты не видишь что-то как правду, а ты создаешь для себя важность событий. То есть, да, там тебе чего-то хочется, для тебя там поездка на доске проявляется как какой-то фан, как какое-то развлечение, там, отдых и прочее. И, понятное дело, что это приятно, да. Эта встреча, возможно, может быть, проявлялась изначально как что-то неприятное, да, если ты изначально, там, думал больше про доску. Ну, как бы, это, там, тратить время, это, там, где-то сидеть, это жара. Это дефолтно, то есть дефолтно, понимаешь, дефолтно. Если ты посмотришь реально, вот, глубже, да, на дефолтно. Тут, наоборот, дефолтно проявляется любое событие по сравнению с этим как не особо значимое. То есть, мне там жена попросила что-то сделать, сегодня выслушаю, ну, как бы. Ну, вот тогда мне интересно как раз тебе для исследования как раз распознать вот этот контекст, в котором для тебя проявляется эта встреча. Ну, даже не столько в смысле важности, а что, как бы, да, что это для тебя такое. Ну, там, не знаю, там, обучение, там, или еще что-то, там, еще что-то. Это вопрос ли для... Для тебя самого, да, посмотреть на то, что дефолтно для тебя, как для тебя по дефолту проявляются те события. То есть, по умолчанию. Ну, да, 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 когда это не то, что ты создаешь, потому что, когда ты говоришь про важность, то, я так думаю, это скорее уже то, что ты создаешь. Ты сам определяешь на себя важность. Назмание. То есть, это важно, это не важно. Ну, ты, да, ты сам для себя создаешь, что это как важно, ты сам уже приоритизируешь. То есть, у тебя здесь уже уходит дефолтная какая-то. А как для тебя, вот то, что ты сейчас отметилась, вот что-то жена попросила, попробуй отметить дефолтный контекст, в котором для тебя проявляется просьба жены. Вот куда смотреть. Потому что, когда все хорошо, все и так хорошо. И если для тебя и так, когда что-то важно, и ты что-то здесь получаешь, то это окей. А дефолтный контекст, как правило, он ценен, да, нам ценно рассматривать его там, где его не видно. И там, где ты, наоборот, получается, теряешь некую силу, да. Если для тебя там просьба жены проявляется каким-то таким образом, что ты не очень хочешь на это, в это инвестировать себя и свое время, то вот туда бы я смотрела, в каком контексте, да, ты уже. То есть, если мы говорим про затраты выгоды, то есть, там я чувствую затратность. То есть, ты себя должен что-то сделать, там, поехать, что-то там перейти, как бы. И это я расцениваю как затратное. А вот события это я расцениваю как выгоду, которую я получаю. Там набор выгод даже. Ну вот, то есть, я об этом, то есть, опять же, да, здесь же, раз мы так еще немножечко общие вещи трогаем, то мы здесь не играем в какую-то игру, там, типа, различи контекст. Там, где, вот, везде. Потому что, если мы с тобой просто сейчас тут сядем в вино выпивать и разговаривать о жизни, ты мне будешь рассказывать, там, кто ты, что ты, откуда, это одна история. И тут совершенно, ну, как бы, нет такой задачи, да, для нас, там, а уж как это для тебя проявляется, а что для тебя проявляется. Мы говорим, все, о чем мы говорим, для нас важно именно в плане того, что вот ситуации, разговоры, жизненные обстоятельства, которые требуют лидерства, да, то есть, которые требуют действий, которые требуют вмешательства в автоматический расклад, которые требуют от нас как раз того, что возможно только если мы рассмотрим, каков этот автоматический расклад, понимаешь? Нет, отступим от автоматического расклада. Ну, как бы, да, ты можешь, увидев это, ты думаешь, а окей, для меня просьба жены проявляется как затраты, как от меня что-то отнимают, да, это дефолтный контекст, окей, на самом деле, что есть? Есть просто просьба, да, есть просто, как бы, какая-то ситуация, которая, в общем, да, тебя требует какой-то реакции. Каким должен быть контекст для этой ситуации, чтобы в итоге и тебе, и жене было окей, да, и это не всегда будет означать однозначно, что ты безукоризненно, там, выполняешь эту просьбу. Какой должен быть разговор, чтобы и тебе, и ей было окей? В каком контексте необходимо это видеть, чтобы все, как говорится, сработало, да, чтобы все, как говорится, получилось? Только в контексте, что ты это выбрал, то есть ты выбрал эту жену, этот город, этот тара-та-та, нет? Ну, как тебе сказать, ну, контекст это больше, как бы, смотри, давай вернемся еще раз немножечко, то есть вот обычное определение контекста, это какое-то слово, которое для нас проясняет набор каких-то еще там слов или обстоятельств. Я приводила пример, мне кажется, загадки очень классные, вот это, там, 100 одежек, и все без застежки. Че, а, это же капуста, и ты в этом контексте, у тебя сразу, ты понимаешь, о чем идет речь. И вот так же, когда, там, твоя жена просит тебя что-то сделать, уже есть какой-то контекст, в котором ты воспринимаешь ее или ее просьбу, да, то есть, который вот тебя, как правило, какой-то отвлекающий маневр, да, или что-то такое, и как это проявляется, да, как что-то неприятное, или как что-то, чего хочется отстраниться. Вот я бы посмотрела туда, вот именно, да, поподробно для себя, да, честно, вот опять же, брутально честно увидела бы это, и тогда ты получаешь доступ к тому, чтобы не поверх, не вслепую чего-то придумывать, а когда ты с этим разобрался, ты можешь увидеть, что здесь какой-то другой контекст для этих обстоятельств, может, там, например, создать что-то в этих отношениях. Ну, это, конечно, это не для мгновенного вот сейчас, там, а, я все увидела. Просто в следующий раз, там, допустим, да, сегодня вечером или завтра, если она, там, просит тебя что-то сделать, пробует следить сразу, что у тебя вот раскакивает. По дефолту, конечно, ты, это как работа, которая не очень приятная. Ну, так, мы сейчас немножко глобально, ну, как огульно берем, но это как работа не очень приятная. Ну, как по дефолту. Ну, тут просто именно, я говорила уже, да, о том, что мы здесь тогда смотрим на факты ситуации, на какую-то конкретику, на то, что есть, вот это все разделяем, да, с этим еще идет какой-то контекст дефолтный. Как правило, ничего хорошего дефолтный контекст в себе не несет, да, мы люди так устроены, мы рождаемся уже в какую-то опасность, там, не доверяют, еще чего-то. Ну, да. Ну, и, в общем, все вот это, да, все вот эти вот вещи, это все элементы так называемых онтологических ограничений наших, да, то есть это все то, что оказывает воздействие на то, кем мы являемся. Еще раз напомню, что то, кем мы являемся, мы здесь рассматриваем не как константу, не как, что я родился с голубыми глазами и умру теперь таким, да, а именно как мой способ быть, кем я являюсь в каждый момент времени, кем я являюсь, что происходит вот это, кем я являюсь, что в моей жизни сейчас вот так, кем я являюсь, что ты меня слушаешь, кем я являюсь, что ты меня не слушаешь, кем я являюсь, что ты делаешь то, на что я реагирую вот так. Вот эти вот вопросы, кем я являюсь и кем я являюсь, это не константа, это мой способ быть в каждый момент времени, мой способ быть, который очень тесно коррелирует с тем, как для меня проявляются обстоятельства, с которыми я имею дело, и то, в каком контексте я вообще получаю все эти обстоятельства по дефолту, и как я могу создать для себя контекст, в котором это все будет работать. То есть вот это основные моменты, да, мы очень много времени посвятили элементу целостности, конечно, говоря о фундаменте, и это основа всего и вся, и как-то я немножко уже ушла от этих, но я всегда призываю на все, что происходит, начиная с самых маленьких вещей, добраться до места встречи, или там то, что ты озвучил ребенку вчера, да, и понимаешь, что сейчас ты не можешь, или ты выбрал не выполнить это, как ты, что ты делаешь, как ты уважаешь свое слово, да, что уважаю не значит держу, вот. И вообще, да, вот эта целостность, как элемент работоспособности во всем, во всем, как бы, да, очень важный элемент фундамента, мне кажется, освоив только для себя одну целостность, уже можно очень хорошо выиграть и в бизнесе, и в своих отношениях, и, не знаю, в каких-то там еще маленьких радостях жизни, вот. И дальше, ну, по моим ощущениям, в общем, сейчас здорово поговорить про вот такую вещь, как слушание. Такую вещь, как слушание, и я не делала никаких вводных, ничего не писала, там, у меня понятно, что у меня на это 135 причин, физических, онтологических и прочих, вот. Значит, и слушание, почему оно важно? Я понимаю, что там далеко не первый, наверное, контекст, в котором вы слышите о том, что слушание это здорово, и там слушание работает, это основа всего-всего-всего и вся, и действительно, и в философских трудах очень много внимания, да, еще в суфийских чтениях, по-моему, это, или это Упанишады, да, вот это слушай свое слушание. И, в общем, там, минимализм, как искусство, особенно в музыке, да, все тоже рождалось на волне этого исследования, того, как мы слышим, что мы с вот этим. Не ново, но, опять же, я, как и со всеми другими вещами, здесь вас приглашаю к такой игре, что все, что вы про это знаете, все, как вы это для себя открыли до того, все имеет свою ценность, и все, естественно, дало вам то, что дало. И, тем не менее, чтобы для себя создать максимум ценности из этой работы, вот можно просто пока это отложить, да, вот мы выбираем в игру, что мы пришли в примерочную, мы примеряем какую-то новую одежду, если она для нас, ну, мы, нас никто не обязывает ее покупать. Вот, слушание, почему здесь имеет важное значение? Скажу сразу, что в предкурсовых чтениях его особо не трогают, то есть слушание – это уже работа завершающей стадии курса, уже как бы после антологических ограничений и так далее, но для меня это просто очень важный момент, и я считаю, что никто не потеряет. Если мы вернемся к тому, что в процессе курса, помимо всего прочего, мы для себя выстраиваем некий такой, как сказать, контекстуальную рамку для того, что такое лидерство, и мы смотрим на лидерство как феномен, то есть как переживание, да, там, где он происходит. То есть мы, допустим, когда говорим о еде, как о феномене, то оно происходит у нас на вкусовых рецепторах, во вкусе, да, если мы говорим, там, о музыке, то это феномен, да, восприятие звука, там, аудио, там, что-то, да, какие-то еще вещи, там, не знаю, выбирают для себя, там, спальное место, это феномен тактильных, как бы, домен тактильных ощущений. Когда мы говорим о лидерстве как феномене, это вообще что? Когда вот мы видим, что происходит в лидерстве, как его вообще, чем его измерить, где его найти? В каком-то там разговоре, когда Вернер тут что-то там эмоционально вколачивает такое про лидерство, он говорит, что у них там, типа, если вы зайдете к человеку в офис, который, да, там, является лидером, что у него в кармане или там где-нибудь в ящике лежит, что у него лидерство, как его нащупать? И, в общем, мы приходим к тому, что лидерство как феномен, как переживание происходит в разговоре, происходит в языке. То есть, как правило, когда мы видим, когда мы наблюдаем с вами, да, из трибун за тем, что кто-то осуществляет лидерство, мы видим какой-то разговор, какой-то человек что-то говорит другому человеку. И когда мы говорим про разговор и про язык, здесь очень важно понимать, что этот разговор может быть в письменном виде, то есть это могут быть письма, это может быть какая-то переписка, это все равно разговор, это все равно как феномен язык, мы разговариваем, мы общаемся. И также слушание является частью разговора и тоже является действием в языке. Поэтому, да, лидерство как феномен, который происходит в языке, который происходит в разговоре, слушание – это всего лишь часть этого феномена. И очень такой, как сказать, весомый момент – это разговор и освоение того, что такое аутентичное слушание. Ну, все, наверное, хорошо понимают для себя, все для себя понимают, что слушание – это важно, если ты хорошо и правильно услышал, то ты уже как бы там… Ну, но как это сделать, да, из чего это состоит? И сейчас я прошу прощения, из чего это состоит? Здесь вопрос. И опять же, как и о контексте, мы говорили, что выстроить контекст, созданный поверх дефолтного, это невозможно, это не работает, да, то есть не разобравшись с тем, что есть, да, что есть на самом деле мы не можем, ну, то есть это будет фигней полной. Мы опять верну вас к аутентичности, если вы помните, да, такой момент, что путь к аутентичности лежит через то, чтобы быть аутентичным в отношении своих неаутентичностей, то есть не увидев своей неаутентичности, мы не можем быть аутентичными, да, поверх. Там такая суровая метафора про коровий помет, что ли, да, что можно его глазурью прикрыть, но не факт, что это прокатит. Такая же история, говоря о слушании, да, звучит так здорово, там целые талмуды написаны про активное слушание, там, в общем, даже понятие аутентичного слушания, там, оно сейчас уже тоже стало таким довольно широко использованным, но прежде чем мы смотрим, как работает, как мы можем аутентично слушать, нам необходимо разобраться с такой вещью, как уже всегда слушание. И вот это то, на что я прежде всего предлагаю посмотреть, именно посмотреть, потому что, наверное, да, мы все с вами такие люди, проходили много всяких тренингов, обучений, многие из вас, большинство из вас, да, с кем мы об этом курсе говорим, уже являются лидерами, да, там, в том или ином смысле, вы лидеры, и вы успешные лидеры, и вы взаимодействуете с разными людьми, и вы, конечно, слушаете, и, конечно, слышите, и, в общем-то, уже определенное мастерство в этом явно есть. Поэтому не всегда бывает просто допустить мысль о том, что где-то что-то может быть еще, да, или чего-то может не быть еще. Ну, я там поделюсь для себя, что я помню, как я сидела в аудитории перед тем, как выкатили то, что я сейчас собираюсь выкатить перед вами, до слайд, и я всегда была уверена, я в течение 20 лет работаю с людьми, преподавая язык, причем, ну, мой подход, он такой немножечко за, выходит за рамки чисто, там, грамматики-лексики, у нас очень личная всегда работа, взаимодействие, и я, естественно, долгие годы живу с нимбом того, что, как бы, круче, чем я слушатель, вы вообще, ну, нет. Ну, я адепт, не просто мать, я адепт слушания, и, как бы, тут, как бы, это правда, этот нимб я прям чувствую на себе, и тут, как бы, когда выкатывается вот этот вот слайд, вот чем мне нравится эта работа, что она настолько фундаментальна, настолько применима к каждому, и она настолько не отнимает у тебя того, что уже есть, и настолько тебе дает приобрести и рассмотреть, как бы, что еще для тебя возможно, что-то просто супер. Я понимаю, что у меня прям слезы покатились, я вот так вот сижу, прям, что, реально? Вот, и, собственно, речь здесь идет о том, что, опять же, говоря вот об этих дефолтных вещах, говоря о том, как мы устроены просто как люди, и ты, и ты, и я, и кто здесь есть с нами, и кто здесь не с нами, устроены таким образом, что в нашем слушании по определению уже лежит куча всего. Я недавно делала такой пост, писала пост про то, как вот это вот «I know», вот это «Да я знаю», да? Я, кстати, не в группе публиковала, я это оставила для чуть позже на это посмотреть, но просто вот поиграть в эту игру можно, да, там, я типа тут, значит, беру вот микрофон регулярно, вот он физически, или там записываю какие-то видео, там, значит, что-то претендую на то, что я вот делюсь с вами, я там чего-то раскопала, вам это полезно, да? И вроде как бы я вот что-то вам преподаю. И попробуйте просто отследить это в своё вот это вот «Да я знаю», когда вот что… Ну да, я это только один из примеров, то есть я знаю, что вы все люди, которые постоянно читают какие-то книги умные, пишут некоторые, вот, что у вас у всех есть, да, задача такая, что «Так, что для меня ещё возможно?» Вот, и вы внимаете, приходите к определённым требованиям, что «Как вот это вот, вот это я знаю?» Наверняка вот при нормальном раскладе вещей вы не обращайте на это внимания, да, что я слушаю таким образом, что в моём слушании, которое я on the court с трибун оцениваю как суперслушание, ты же суперслушатель, у тебя же сотрудники, дети у тебя, жена у тебя, всё у тебя окей, ты там рулишь какими-то серьёзными вещами, да, и ты же суперслушатель, да. И как при всём этом увидеть у себя, что уже по дефолту, уже по умолчанию, у меня в моём вот этом супер, как бы сказать, слушании уже лежит как минимум вот это вот «Я знаю», «Я знаю, да, да, я знаю, вот это, да, да, я знаю». Кто вот, я не знаю, не так много у нас тут народу, чтобы этим сказать, но вот честно, замечаю когда-нибудь себе такое, что берёшь новый материал, берёшь или что-то, там, какой-то читаешь, и как оно вот выскакивает, вот эта вот реакция, да, да, я знаю, постоянно есть, да, что вот, ну, я-то уж точно, я это знаю, я знаю, я знаю. И даже когда я что-то говорю, там, просто в разговоре тебе, да, что ты как бы уже, ты настолько уже адепт человеческой сущности, что ты уже знаешь, что я тебе дальше скажу, ну, понятно, короче, всё понятно, да, вот, короче, всё понятно, я знаю. То есть, знаешь, сейчас, когда я слушаю тебя сейчас, или когда мы были сейчас на общем мероприятии, то есть я понимаю, что, ну, как бы, что я могу воспринимать всё как новое, вот как я это слышу первый раз, но от усталости в какой-то момент, то есть включается этот, не знаю, как назвать, дефолтный контекст, по которому я думаю, ну, это понятно, это, как бы, может, вот, как бы я знаю, это вот туда, если соотнести, то, в общем-то, всё понятно, да. То есть вот я заметил, что это включается. То есть даже если ты понимаешь, как нужно, и включаешься, как нужно, в какие-то моменты, то в какой-то момент ты незаметно выключаешься, из того, как нужно, я об этом хотел сказать. Ну, то есть именно, да, что по дефолту, да, вот это уже всегда, да, уже всегда, оно есть уже, и оно есть навсегда. Ты просто можешь либо видеть это, либо ты можешь не видеть этого, да, то есть это не игра в то, что я вот умею без этого слушать, да, потому что я просто не знаю, что по речи об эдутичном слушании часто заходят, это много кому что-то даёт, но очень важным элементом, скорее даже более важным является просто увидеть и признать, что уже всегда в моём слушании тонна всего присутствует. Как минимум вот это я знаю, я знаю. Я сейчас поделюсь экраном, поширю этот скрин, и как раз вот этот слайд, который мне очень... Видно? Лиза, скажи, пожалуйста, напиши или скажи, ты видишь вот эту вот демонстрацию экрана сейчас? Не уверен, что он не на бьюте. Так. Так, а что? А, ну у тебя всё просто то же самое, что у меня. Лиза пока не выключает. В общем, короче, смысл какой, что... Так, давай я только повернусь немножечко. Это слайд, который нам приводит примеры того, что лежит уже и что лежит всегда в нашем слушании. Это всё как бы по-английски, да, но это не слишком сложно, потом я сейчас кое-какие вещи просто обозначу и переведу. Это то, что Вернер ещё называет таким... Он говорит, мы всегда с вами слушаем через такой экран с стремительно мечущимися частичками, fast moving particles, то есть там постоянно что-то мечется. И единственный выбор, который мы здесь имеем, это видеть это или не видеть это. Вот и смотрите, вот у нас есть такие очень две важные ценности и задачи человечества, это выглядеть как-то хорошо, причём хорошо выглядеть, это тоже такая вещь, которая, ну, просто по определению нам присуща. Да, она необходима для выживания, ты правильно рассужаешь, просто это как бы не столько антропологическое исследование, сколько именно вот так. Но, тем не менее, есть научные подтверждения, да, там, что это действительно важно. Ну, элементарно, что младенцы милые, именно потому что надо, чтобы за ними ухаживали и всё прочее. И, естественно, мы избегаем вот этого avoid looking back, то есть мы пытаемся сделать так, чтобы, не дай бог, лохам не показаться. То есть вот как бы, что я сейчас вот скажу, что я не поняла, что я сейчас буду спрашивать, он же мне уже про это говорил, я лучше сделаю вид, что окей, я покиваю, но главное, чтобы нет. Или что это, как это я скажу, что я не согласна? Или как это я скажу, что я не буду эту просьбу сейчас выполнять, у меня другие планы на жизнь? У меня сейчас Бог знает, что подумает. И это начинается с маленьких вот такосеньких ситуаций и заканчивается целыми жизнями того, что вот преследуя вот это, происходит то, что происходит. И в нашем слушании, как бы и в нашем способе быть, я призываю и тоже предлагаю так поэкспериментировать со слушанием, что моё слушание – это то, что я есть. То есть, когда я говорю «я знаю», это как бы я и есть это «я знаю», я уже есть, я знаю, тебя уже слушают, понимаешь? И моё стремление хорошо выглядеть и не показаться уродом, оно уже – это то, кто я есть, это и есть моё слушание, моё слушание и есть я. Насколько это мощно и насколько это всепроникающее. То есть вот эти две великие цели, когда мы слушаем, мы слушаем с позиции. Так, главное не показаться идиотом, главное произвести должное впечатление. Мы смотрим на то, слушаем этого человека с позиции. Так, врёт, не врёт, правда, неправда, говорит мне. Правда или неправда, да? Так, мы смотрим дальше. Trust is trust. То есть я могу доверять ему или ему не стоит доверять? Доверять или не доверять? Это уже всегда является одной из вот этих вот частиц, которые мечутся постоянно на этом экране. Да, почему это так? А как это так? Значит, слушаем «потому что?». То есть мы слушаем «зачем?». Я «зачем?» – это «чтобы что?». Это сейчас я слушаю, воспринимаю, чтобы потом из этого что сделать. Главное, очень тоже важное – это right or wrong. То есть это правильно или это неправильно? Правильно, неправильно. Правда, неправда. Могу доверять, не могу доверять. Так, дальше. Значит, good, bad. Что это хорошее или это фигня какая-то? То есть это уже всегда есть. Я и есть это. Я и есть это, Мерила. Хорошее или плохое? Хорошее или плохое? Надо доверять, не надо доверять? What's the problem? Что тут какая проблема? Так, как решить эту проблему? То есть что-то, что происходит, это уже какая-то, да, что-то не так. Я говорю, что наш дефолтный контекст и вообще контекст, в котором мы рождаемся, как люди, связан, как правило, с чем-то не очень хорошим. В чем проблема? Как решить? Так, ответ-то где? Вот сейчас мы с тобой, да, тоже говорили? Ответов чего-то не дал. Практически, дай ответ, ты типа, что делать, расскажи, да? Пальцем покажи. Так, уже всегда мы слушаем с позиции, соглашаюсь я или не соглашаюсь. Вот это, для меня лично, это было самым невидимым до того. То есть я вообще никогда не задумывалась о том, что я вообще-то слушаю исключительно с этой позиции. И я это увидела. И для меня это было, честно говоря, очень мощно. Вот тут, мне кажется, у меня прям слезы пылились. Блин, вот так вот, то есть, да? Значит, вот это вот я слушаю, и я слушаю тем, что согласна, не согласна, согласна, не согласна. Насколько это мощно. И насколько это мощно определяет все, что возможно для меня в разговоре с этим конкретным человеком. В слушании, я напомню, что под слушанием мы с вами подразумеваем и разговор между людьми, и я слушаю чье-то выступление спикера, и я читаю книгу или читаю материал. Ну, то есть это все в моем случае слушание, да, восприятие. Вот. Значит, should, shouldn't. Так, стоит мне это делать или не стоит? Стоит мне это слушать даже или не стоит мне это слушать, да? Стоит того или не стоит того? Это вот постоянно, да? Вот это тоже мощная штука. What's in it for me? А что там? Чего я оттуда могу взять? Что там для меня, типа, да? Чего мне с этого? Вот такая позиция, да? Опять же, что отметить для себя, что это уже всегда есть. В моем слушании. Я и есть это. А что там для меня? Чего оттуда? Чего я оттуда получу, да? Дальше. Ну, как бы вот это. Her, him, them. Что мне вообще, что вообще для меня в этом человеке, да? Зачем он мне вообще нужен? Зачем он мне вообще может быть полезен? Чего я могу отсюда почерпнуть? Насколько это мощно присутствует и насколько это присутствует уже и всегда. Вот. И, как бы, смотрите, здесь мы имеем дело с... Все пересекается с темой контекста, конечно же, да? Потому что понятно, что мы слушаем, будучи в определенном контексте. Resonation and cynicism. Две такие мощные штуки. Resonation – это такое, как бы, ну, все, как бы, я... Ну, что, обреченность такая какая-то, приговоренность. Ну, что, вот мы люди, ну, все. Все плохо, а что тут сделаешь, да? И рождающийся параллельно с этим цинизм. То есть, как бы, да, я могу все это обстебать, я могу сказать, что, а что вы хотели, люди таковы. Привести какой-нибудь заговыристый пример из литературы мировой, да, сказав, что это как бы обесценивание, обесценивание. То есть, цинизм – спасительная такая вот реакция, да, обесценивание, вот, как бы, отстранение от этого. И при этом resignation, как некая приговоренность, обреченность. Потому что, а тут же все равно ничего не сделаешь. Чего рыпать? Вот. Отметить для себя, как часто, как часто, я бы сказала, всегда и уже в нашем слушании присутствуют еще и эти очень мощные штуки, да? То есть, это как бы такая игра, задание на то, чтобы отслеживать это и отмечать это, да, что с этим нет иллюзии, что я могу что-то с этим просто, как бы вообще от этого избавиться. Единственное, к чему мы получаем доступ, это к выбору быть этим, продолжать быть этим или же сказать, окей, да, это есть, я отложу это в сторону, и я буду слушать. Да, то есть, вот эти вот, экран вот этих быстро мелькающих частиц. В общем, это, скажем, такая первая важная составляющая, это отследить то, что есть уже всегда в моем слушании, как я слушаю, сколько шансов я даю чему-то произойти, да, как часто некоторые разговоры, которые мы себе представляем, да, они на самом деле, если не вмешаться в тот способ слушания, который уже по дефолту возникает, они уже состоялись. То есть, можно уже не разговаривать, потому что они уже состоялись. Ну, типа, а чё? Это последняя строчка, что значит, 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 вот это resignation and cynicism, да, это как раз вот это вот ощущение такое, знаешь, как бы безысходность какой-то, resignation, когда я, ну, всё, я как бы приговорена к этому. И цинизм, который в связи с этим возникает, цинизм, который помогает, как бы, ну, как-то вот простебать. Вот у меня вопрос про цинизм, потому что мне тоже Виталий говорил, что я удивительно циничный, я не понял этого этой идеи, потому что я решил, что это Виталий просто жизнь не принимает такой, какая она есть, и вот тут мне бы хотелось какой-то, что здесь, о чём здесь идёт речь? Ну, то есть, я считал, что я называю вещи своими именами, а он говорит, так не принято называть, это очень цинично, то есть я вот этого вообще не понял, о чём речь. Ну, вот я бы здесь на твоём месте не стремилась как-то там именно понять, потому что так мы можем очень долго философствовать, что это такое, что нет такое, да? А смотри, как бы изначально, если вот ты уже с каким-то доверием подходишь к этой работе, да, и ставишь себе какие-то задачи, здесь вот именно вот этого элемента какой-то брутальной честности допустить для себя, там есть такая позиция, что относитесь к некоторым вещам, которые вы не понимаете особенно, да, вот это идёт в процессе прочтения предкурсовых материалов, и они говорят об этом в начале курса, что, смотрите, будут возникать некоторые термины, будут возникать некоторые позиции, которые, ну, возможно, будет трудно принять, либо принять в отношении себя, либо как-то понять, пытаться, их тоже бесполезно, потому что нет, не то, что даёт им что-то. Такое упражнение, как побудьте с этим, вот прими это, как первая строчка в анекдоте, да, когда тебе говорят, что там курица подходит к корове и говорит, пошли перекурим, да, ты же, если будешь пытаться понять, как это возможно, или оспорить, сказать, что, ребят, ну вы ненормальные, что ли, курица не разговаривает, такое запурим, то мы не доберёмся с тобой до развязки. Иногда с чем-то нужно просто побыть и, как бы, взять некоторую смелость и посмотреть на это, без хорошо-плохо, без... Всё понятно, мы все имеем о себе некоторое представление, мы все имеем картину мира, мы все имеем вот это вот желание looking good, и здесь опять работает выживательный механизм, когда я или кто-то иной в разговоре с тобой начинает подвергать сомнению то, что ты привык о себе думать, или ты привык думать о чём-то, то твой мозг вот этот вот наш рептильный, да, наши амигдалы сигналят, что либо давай-ка, давай отпор, или давай беги от этого разговора. Реакция происходит вся та же, что и на уровне физического выживания, только она происходит там, где она, возможно, не нужна. Поэтому здесь вот эта брутальная честность, она не всем даётся очень легко, потому как это означает немножечко подвергнуть сомнению то, что я о себе привык думать, да, и как бы, ну, я честно поделюсь, что для меня, например, какие-то вещи были непростыми, да, вот увидеть, что это в моём слушании есть. И я, честно говоря, прям даже помню, что я боялась вот как-то вот это принять, потому что вдруг там чем-то такое плохое окажется, что я там, ничего такого страшного, да, то есть ты просто смотришь на это как некую данность, как то, чего тебе не было видно о себе, и всё, что это даёт, это просто иного рода свобода, иного рода доступ к тому, кем ты можешь являться, да, либо держаться за вот это представление о себе, но это немножечко противоречит правилам курса, да, то есть как бы здесь ты немножечко себя рискуешь лишить того, что возможно. И если тебе, опять же, вот, как говорится, не зайдёт и не понравится, что маловероятно, то ты вернёшься, когда тебя никто не ограничивает, у тебя никто не отнимает право быть таким, каким ты себя привык видеть, да, и как бы делать это главным и важным в тех ситуациях, где это действительно тебе даст больше, чем украдёт у тебя. Но всего лишь иметь выбор в том, чтобы не держаться за это там, где, возможно, ты себя украдываешь, это всего лишь, как я говорю, это всё же вопрос твоей жизни. Они так тоже говорят, окей, ты можешь продолжать, что тебе это даёт, чем ты за это платишь, это всего лишь вопрос твоей, как бы, собственной жизни. Поэтому тут вот я просто очень хорошо могу понять, как это может быть непросто и как это непривычно, потому что это не то, чем мы занимаемся с вами вот постоянно, да, на ежедневной основе. Но именно здесь лежит ключ к тому, чтобы получить совершенно иного рода свободу быть и действовать, не отказываясь от того, что тебе дорого и что для тебя важно и то, к чему ты привык, а просто допускает для себя выбор, делать это главным или в какой-то ситуации этим жертвовать. Вот, то есть возвращаясь, да, опять вот мы тоже затрагиваем какие-то вещи, вот это вот кем я являюсь, и вот как бы если на своё слушание посмотреть именно с точки зрения, что я и есть вот это, я и есть моё слушание, что я и есть вот это, я знаю, или там, ну а что тут нового, да, вот эти вот такие какие-то формулировки, которые выскакивают, подслеживают, ну это такая очень, мне кажется, классная игра. Ну и если увидеть, как это работает в жизни, то действительно предоставляет массу возможностей, да, как говорить, что для меня, почему я, собственно, так вот, ну, много времени посвящаю вот этой работе, потому что, ну, ну явно, что даже если мы сейчас очень обобщим, вот говоря про людей, которые живут в этой стране, да, я поделюсь этим. Да, ты можешь дальше? Окей. Просто то, что, допустим, у нас происходит, ну, мне кажется, что подавляющее большинство людей, как бы они там, не знаю, кто-то власть поддерживает, кто-то власть не поддерживает, кто-то какие-то ещё имеют точки зрения, но у меня ощущение есть, что подавляющее большинство людей хотели бы не какого-то другого расклада событий на своём личном и на государственном уровне, потому что всё это каким-то образом взаимосвязано. И у меня есть ощущение, что говорить об этом уже как-то более-менее стали. Вопрос теперь, как об этом говорить так, чтобы в результате действительно наступало то будущее, которое само по себе не произойдёт. Да, потому что экспрессивно высказывать своё отношение – это одно, а разговором создавать, не привязываясь к тому, кто здесь прав, кто здесь виноват, что здесь возможно, что здесь, да, уйдя вот от этого resonation and cynicism, которые многие, вот эта вот, да, обречённость и цинизм, которые многие прям вот несут на себе, чтобы, не дай бог, да, не увидеть всё, что возможно ещё, да, что возможен просто другого рода разговор. И вот этот разговор другого рода вряд ли возможен, если мы не увидим, что прежде всего в нашем слушании уже всегда лежит тонна всего. Только потом мы можем с вами говорить про вот это аутентичное слушание, про которое есть, опять же, я, наверное, слайды повешу прямо с курса, который я для ребят переводила уже, которые прошли курс, но я очень коротко сформулирую, да, вот рассмотрев вот это своё уже всегда слушание, посмотрев на то, что, блин, окей, я могу быть этим, я могу быть вот этой всезнайкой. У меня, например, мы работали когда первый раз по этим материалам, когда мы только ехали проходить первый раз курс как участники, мы проходили предкурсовые чтения, мы встречались вот с Романом, который нам будет помогать там, и я прям, я же супер, я же вообще английский, это мой родной язык, я вообще всё знаю, я вообще преподаю, и мне вот надо было каждой бочке затычку, что да, это вот это, да, это, ну, понятно. Когда я это увидела, думаю, блин, ну, классно, ну, окей, у меня не было ощущения, что я какая-то плохая, ужасная, там надо убить спать, я просто это увидела, и я просто думаю, окей, я могу выбирать, я могу вот так делать, я могу вот так не делать. Слушайте, я сэкономила кучу времени, мне кажется, я сэкономила кучу усилия, и каких-то, у меня получилось создать какие-то более продуктивные отношения там, где это, возможно, было бы не очень, вот возможно, извиняюсь в тавтологии, если это не так, да, то есть какие-то вот такие вещи. Самое-самое-самое для меня сложное для своей, это вот разговоры с самыми близкими людьми, да, то есть прежде всего, да. Во-первых, там уже, да, степень очевидности зашкаливает, во-вторых, как-то, ну, я вот честно поделюсь, что это вот моя зона работы, вот это вот слушание моего вот любимого человека, потому что, ну, блин, в моем слушании уже лежит все то, что просто не дает произойти ему, вот, да, вот, ну, это реально так. И пока я вот, мне вот это прям реально очень тяжело, да, то есть как-то, может быть, с людьми там менее близкими, или там где, поскольку вот то, как он меня видит, да, и то, как я себя воспринимаю относительно него, для меня настолько ценно и дорого, да, что в моем слушании я уже, как бы, у меня уже куча рамок, через которые я просто не даю ему, возможно, быть тем, кем возможно для меня, то есть вот это вот такая задача непростая с близкими людьми очень, ну, с детьми в том числе, да, вот, так что вот прежде всего предлагаю всем вот это упражнение, да, прям отслеживать, что я говорю себе по дефолту, когда я слушаю кого-то, даже когда я как бы сказал, что, типа, я тебе сейчас, я весь твой, я весь во внимании, а там все равно вот этот фаст-мувинг-фаст, скал с такими фигачи, да, туда-сюда, там, согласна, не согласна, правильно, неправильно, можно доверять, нельзя доверять, а что, а мне с этого что, да, а вообще он мне, что тут сейчас, да, вот это еще, я сейчас занят, говори быстрее, у меня вот конкретно стандарт, если мне мама или папа звонит, я вот только вслух этого не говорю, а так я прям реально, я занят, что, давай быстро, я занят, у меня другие дела поважнее, быстро говорю, все, я уже все знаю, да, или там откроют рот только, мама, я уже такая, типа, я уже все поняла, там, ну, что важнее, вот это, я могу выбор иметь, быть этим или дать чему-то произойти, произвести вот это вмешательство, и если мы возвращаемся к моменту вот этих релевантных сторон, когда мы говорим о лидерстве, да, мы здесь не просто решаем свои личные задачи, мы с вами учимся, мы осваиваем для себя феномен такого разговора, в результате которого произойдет будущее, которое не наступит само по себе и для меня, и для релевантных сторон, для этих значимых сторон, вот, то есть вот-вот, что важно, да, без слушания мы вряд ли получим доступ к этому, ну, и, да, про аутентичное слушание мы поговорим, наверное, с вами подробнее через неделю, я повешу материал, чтобы вы могли прочитать, может быть, не очень просто, потому что я так сама себя иногда слушаю, там, как вообще это людям, ну, то есть я понимаю, что, как бы, ну, там, ну, и кто-то говорит, что прям так непросто, особенно, там, народ, который английский, не очень, я же по-английски читаю, там, первые два фразы, потом по-русски, потом опять по-английски, но я сразу скажу, что если бы я себе поставила задачу все это сделать гладким, легко понятным, гламурненьким, еще там, как ютюбные видео, у меня ютюбные-то видео такие, как бы, со скидкой надо воспринимать, но, тем не менее, задача моя не в этом, моя задача поделиться с вами этим материалом сейчас, да, как-то вам мостик выстроить, возможность пройти этот курс, пока его можно пройти, там, как я буду дальше с этим материалом работать и что будет, да, просто его популяризировать или как, это другой вопрос, сейчас, как бы, мне скорее хочется для вас этот мостик построить в эту возможность, вот, поэтому, да, материал может немножко, и тут это тоже хороший повод в своем слушании и подслеживать, что она тут мне, да, а почему она решила, что она это знает, а у меня нет времени, у меня есть дела поважнее, почему я трачу на это время подслеживать себе это, да кто она такая, что так медленно, почему так быстро, а почему с английским, а почему без английского, вот это вот все, да, а я вообще, если бы я делал, да, вот это вот, вот это вот, бесконечный вот этот поток, Вот, и как бы аутентичное слушание, наверное, как бы, как вот мне очень понравилось, там Стив, по-моему, говорит, один из инструкторов в видео, что в итоге, когда вы можете достичь такого слушания, что вы услышали то, что сказал вам человек, и услышали это так, как будто вы сами сказали это. Для меня, скорее, вот это такая вот самая лаконичная настройка, которая может быть. То есть понятно, что здорово по материалу, мы обязательно, да, там это все прочитаем, просмотрим, там, про все эти дистинкции, которые пройдут с этим аутентичным слушанием. Вот реально, когда достичь в себе вот этого состояния, когда я могу услышать то, что мне говорит другой человек, так, как будто это я сказала. Ну, поиграть в игру. И, не знаю, можно сейчас начать это упражнение, можно дождаться, да, когда вы посмотрите материал по аутентичному слушанию, и как задание, как упражнение, если вы хотите для себя реально выжимать максимум, просто сажать перед собой человека, которым вы априори понимаете, что вы вряд ли будете согласны, или вы уже точно знаете, что он скажет, и как это будет. И вот практиковать вот это вот слушание, отслеживать свои вот эти частички, которые выникают, да, блин, ерунду говоришь, что я лучше знаю, да это на самом деле совсем не так, а что мне здесь, и с этого. И выбирать, быть этим, или выбирать, да, давать этому случаться, и выбирать слушать как-то по-другому. И действительно стремиться вот к этому переживанию, которым я даю человеку, с которым я, может быть, жутко не согласна, и у меня есть куча предрассудков и преднастроек в отношении всего, что он говорит, и в отношении него самого, в отношении меня, там, и так далее, дать ему сказать так, так, услышите, это так, как будто это я сказала. Давай, знаешь, я, во-первых, этим поделюсь, да, но вот это, да, если ты можешь услышать, да, если ты можешь услышать то, что сказал другой человек, так, как будто это сказал ты сам, то есть, возможно, здесь дальше возникнет то, что само по себе вот точно не произойдет. Причем, вот это вот, да, сейчас я немножко забегаю вперед, вот, антично-слушный, но смысл в том, что вы не обязаны как-то на что-то сразу реагировать, да, и понятно, что у нас всегда есть ожидания, мы сегодня с вами начали разговор с этого, ну, еще за кадром, но, как бы, отследить, что ожидания есть, тебе, как бы, такой магический инструмент тут дают, да, какое вот это аутентичное слушание, там, уже всегда слушание, ты научишься различать. Естественно, формируется ожидание, как, наверное, от курса, что, о, сейчас там, типа, волшебная палочка ребят помашет, они умеют уже, и что-то сейчас такое произойдет. Попробовать отследить в себе это ожидание и, как бы, поработать с тем, что речь не о том, что дальше, да, то есть, как бы, ты допусти в себе какую-то открытость к той неопределенности, которая за этим скрывается. Дай этому просто приземлиться в тебе, воссоздать это, да, так, как бы ты, я это сказала. Дальше уже разберешься, да, то есть, просто ощути ту свободу выбора и ту свободу быть и действовать, которая, возможно, будет тебе доступна вот при таком слушании. Ну, все, я здесь, наверное, уже, как сказать, я поделюсь этим слайдом. Запись я, наверное, опубликую, потому что у нас с вами бывали такие разговоры, когда там, я понимаю, что вообще тяжело кому-то узнать, насколько это воспринять. Я только по запросу отсылала, что когда человек реально прям уже понимает, что да, а сейчас это я повешу. Вот, и такое задание, настройка, слушайте, просто вот-вот-вот выходите на улицу, в офис, домой, когда звонит там отец или мать, не сбрасывайте, но попозже, потому что вы сейчас занято. Прям дайте этому произойти, сказать это, да, дайте им это сказать, так что вы услышите это так, вот это вы сказали. Да, по дефолту, получается, это еще плюс, то есть, по дефолту, получается, это еще, когда звонит мне жена, когда мне неудобно, по дефолту это как бы неудобно, сейчас позвони попозже, сейчас занято. Возможно, это так. Исследуй, то есть, вот, моя любимая здесь, да, вот эта вот inquiry, и Вернер часто в своих разговорах тоже говорит, I'm inviting you into an inquiry, то есть, я вас приглашаю поисследовать это, у них вообще как бы, будем говорить о том, какова методология работы Вернера и тех консультантов, которые как-то, да, у него учатся, с ним работают, потому что там Лендберг в том числе, вот это inquiry, вот это исследование, это, можно сказать, это часть этого метода, а как это может быть, а что возможно, если, да, а что я, вот это who I am, really, да, а где источник того, кем я являюсь, в чем это, да, то есть, это как исследование, мы здесь берем какие-то дистинкции, как бы, как структуру некоторую, но в случае с каждым человеком это будут индивидуальные вещи, которые каким-то образом уже проявляются, так, которые являются проявлением вот этого желания хорошо выглядеть, или проявлением того слушания, которое уже всегда присутствует, вот, или там при позитивном рассказе проявлением того, что убытие и действие сейчас задается чем-то большим, чем он сам, да, вот, поэтому вот это исследование того, а как это для меня, почему я сейчас не отвечу, что реально сейчас, а если бы звонил кто-то другой, а если бы я знал, что там сейчас предложение, там, не знаю, что, поучаствовать в какой-то там гонке, или там мне бы сейчас рассказали, что я получил там награду, или там, как бы я сейчас реагировал в этих же обстоятельствах, в этот же момент времени, что здесь вот это вот, да, и опять без хорошо-плохо, то есть мне очень важно тоже это донести, что это не какое-то вот, не позиция там такого, что, а, я-то знаю как, ты дебил там, ты все же не привык так делать, без хорошо-плохо, просто с позиции того, окей, ты привык так, и это тебя привело к тому, что у тебя есть в жизни, и это то, как ты привык действовать, давай поисследуем, что еще возможно, что еще возможно для тебя и для людей, которые тебе важны, вот кого мы считаем вот этими релевантными сторонами. А уместен ли здесь вопрос? Вот вопрос, как я для меня очень важным, как сказать, проявился-явился, это сколько у тебя есть свободы, то есть когда ты опять же закрываешь на себя, это я знаю, это он такой, либо она звонит, там, наверное, по такому-то, сколько у тебя есть свободы из этого, из этой секунды, из этой позиции, увидеть что-то не по дефолту, ну, или пойти куда-то не по дефолту, скажем так, то есть это отсутствие свободы, и, ну, здесь, я так понимаю, по тупкам, что этот вопрос вообще такой очень важный, то есть один этот вопрос ты имеешь, скажем так, в кармане, каждый раз его вытащив, ты просто понимаешь, сколько у тебя есть свободы получить другое из вот этого, из момента вот этого сейчас, из этой позиции. Именно так. Ну, опять напомню, что, естественно, очень много всяких элементов здесь, да, когда мы в курсе находимся, мы еще много всего осваиваем, и там одно с другим, да, пересколько я в целостности, и как-то, да, как то, как это, то есть ты получаешь такой, как бы, ну, полный обзор, да, вот, полный разговорный домен, мы сейчас только частично соприкасаемся с какими-то вещами. Вот, все, я тогда буду завершать трансляцию, во-первых, потому что мне пора идти, во-вторых, чтобы не затягивать просмотр для тех, кто в записи. Вот, всем спасибо, нет, спасибо. Закрываем. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.